Пара евро-доллар снижается в рамках коррекционного движения после ралли в среду. Евро, как и другие валюты, продолжают испытывать давление из-за высокого числа случаев заражений. Несмотря на это, тенденция к росту сохраняется. Индекс доллара немного восстановился после ралли в рискованных активах. Настроения игроков остаются сдержанными на фоне неоднозначных новостей о штамме омикрон во всем мире. Биткоин продолжает торговаться в ограниченном диапазоне. Агентство Finch понизило кредитный рейтинг китайским застройщикам Evergrande и Kaisa до ограниченного дефолта после пропущенных платежей. Это негативно влияет на рисковые активы, включая криптовалюту. Золото не в состоянии бодро восстановиться. Возможное укрепление доллара сводит на нет любые попытки пройти вверх. Нефтяные котировки сохраняют фантастическую подвижность. На этот раз рынок тянет вверх уверенность ОПЕК+. Днем в пятницу рубль стоит на месте. Геополитический позитив уже есть в ценах. Валютная волатильность все так же нервирует.